Всем привет, с вами Крэйзи! Думаю, что каждый человек видел, ну, по-любому же видел, какие-нибудь сериалы про спасение заложника. Они же везде. Я думаю, игры такие есть, я в играх не особо шарю, но думаю, и игры тоже такие есть. Недавно я нашел идею, ну, буквально сегодня, точнее вчера, что видос записал вчера, про спасение заложников Brawl Stars. Это была давнешняя идея с февраля в Дискорде Райана. Я подумал, блин, а это же интересно, и начал представлять, как это можно реализовать в Brawl Stars. Ну, а то, что у меня вышло, вы уже увидите буквально через 5 секунд. Погнали! Вот такую вот карту я сделал. Мы будем начинать снизу. На центре будет сам заложник, которого будет защищать двое прямо на центре, и вокруг центра тоже будет человек сначала, наверное, с человека три, а потом больше, потому что у нас будет по уровням сложности. Сначала мы втроем, потом вдвоем, и потом я один останусь, попробую это сделать. Ну, а те, кто были моими союзниками, потом становятся защитниками этого заложника. Погнали сразу к катке, посмотрим, что из этого вышло. Все, мы уже в первой игре. Мои союзники это Везунчик и Бэтдак. Остальные там защитники, сам заложник. Защитники, я имею ввиду, это те, кто как будто похитил его и защищает от нас. А мы спасатели. Так, мы решили, что... А, я был к этому готов? Я был готов. Но мы, короче, начинаем с ультой, вот что хотел сказать. А, не без. Погнали в следующую игру. Ну, а мы уже готовы начинать. На самом деле, это не вторая игра, а третья. Потому что во второй вообще какая-то фигня вышла. Я точно не вставлю. Так, наш Везунчик заходит по центру. Это вообще гиблая позиция, там очень тяжело что-то сделать. Так, что-то Байлон какой-то лютый. Хорошо, мы втроем здесь. И вроде как есть шанс что-то сделать. Что он здесь, кого? Я думал, его убил. Капец, ну подлянка, подлянка. Мы решили, что они не могут нас атаковать до тех пор, пока они увидят нас на своем экране. До этого они не могут нас атаковать. Если увидели нас, то могут на нас бежать. Такие правила. Так, что-то тупят на центре. Хорошо, минус один. А, не бей меня. О, отлично. Отлично. А, все-таки убил. Значит, не отлично. Надеюсь, мои тиммейты затащат, и мы заберем этот раунд. Ну, я думаю, все, это победа, да. Отлично, это победа, точно. Что-то вот этот Байрон не понял, по-моему, суть игры. И он видел меня, но не побежал. Не знаю, почему так. Но это первый раунд наш. Но я, наверное, еще раз перезапишу, потому что я умер. Единственный из команды умер именно я. Праведливо. Мы еще раз перезаписываем ту же самую игру, которая, ну, с тремя спасателями. Потом будет 2 и 1, как я уже говорил. Так, хорошо, мы идем вдвоем. Почему-то везунчик все время один отдельно от нас. Хотя я говорил, типа, давайте пойдем вместе. Он, наверное, такой, ну, нет, нет. Так, Байрону ульту кидает, хилится. Вообще у них вроде не должно быть ульты. Ну, да ладно, сейчас зайду в него и убью. Вот сейчас бы было весело, если бы автоатакой по Беддаку попал и своего убил. Было бы круто, да. Мы решили, кстати, что реально, чтобы не выходили с центра заранее. Вот это там профессионал играет. Дал по своему тиммейту, красава. А что за фигня? Мы же не проиграем. Мы вообще договорились, что я не ультую, потому что у меня слишком бобовая ульта. Ну, да ладно, пожалуй. А, ну все, это изи. Победа. Все, все получается. Остался там один Рэд. Ну, Рика имеется в виду. И он уже ничего не сделает. Он вообще не пойми где. И мы идем к выходу. Это было изи, кстати, очень просто. Давайте в раунде 2 спасателя. Закрыст его круза, да? Видели? Нас осталось только двое. Представим, что нашего тиммейта украли. Эти наглые защитники. Надо им отомстить. Так, я пойду здесь. Буду как ниндзя пробираться. Да, да, тут пойду. Я подумал, может все-таки и к Байрону. Но нет, я ниндзя. Очень незаметный. Они, кстати, могут меня атаковать, потому что меня видели. И Рэд там, и Байрон, я не помню никнейм. Ну, короче, могут меня атаковать. Ой, какая ульта. Ну, киберспорт, что скажешь? Тут как бы ничего не добавишь. Не добавишь, не убавишь, как говорится. А что тут забыл везунчик-то? Позиция-то не очень прям. Я что-то как-то даже не знаю. Найс, убил, хорошо. Так. Что ж, что ж. Сейчас еще полетят с центра на меня. Я не знаю, какие-то призрачные шансы у нас. Но я попытаюсь сделать все, что от меня зависит. Хорошо. Везунчик двоих убил, отлично. Так. Ой, нет. Я все, я все. К сожалению, да. Ну, тут четыре человека меня зажали. Астов, везунчик умер. Я думал, он жив. К сожалению, мы не спасли заложника. Попробуем еще раз. Ну, в принципе, понятно, в чем была ошибка прошлого раунда. Я прошел справа, собрал всех охранников, они меня увидели. И, соответственно, побежали на нас. И там просто толпа была. И мы уже ничего не смогли сделать. Нужно убивать по одному. И... Или вот так. Кстати, он меня увидел. Действительно, побежит за мной. Вообще, я хочу пробовать разные пути. Но прошлый был, ну, объективно не очень. Оп, опа, это что такое? Я вроде как бил по черепкам. А все летело в стену. Странная история. Вот этот путь прям впритык. Еле-еле успеваешь перед ядом. Так, изунчик дал минус один или там минус два. Я, честно говоря, не помню. Но, по-моему, он уже не первый убивает. Он троих убил, что ли? Он сейчас взял Джесси. Ну, потому что Леон, ну, прям не очень. Так, что делает Ред? Что он делает? Так, ладно. Хорошо. Понял, принял. Мы оба шотные. Кто попадет, тот выиграет. О, отлично. Очень вовремя был стан. Так, еще минус один. Должно быть, это наш раунд. Я помню этого прима. Уйди от меня. Ой, видели? Я не хотел это сделать. Почему так? Почему он постоянно на меня летит? Что за хейтер? Ну да, мы победили. Взунчик выводит нашего пленного. Это наш раунд. Я думаю, не стоит переигрывать. И давайте уже к самому интересному. Как я буду один проходить это все? Ну и вот, я остался один. Абсолютно все меня бросили. Мне придется сейчас воевать против них. Я пойду снова справа. Ну, не прям справа-справа. Вот здесь справа. У меня есть план. Сейчас я хочу убивать их по одному. И пройти, и просто спасти заложника. Так, отлично. Минус один. Хорошо. Супер Дак, ты серьезно? Он прибежал с другого конца карты, чтобы меня убить. И умер за 3 секунды. Отлично, отлично. Бежим дальше. Хорошо. Здесь должен быть Байерн где-то. Где он? А, вот он. Вот он. Залетаем, убиваем. Что тут делает Ред? Он меня даже не видел. Я, конечно, не Ванга, но по-моему, все идет так себе. Да куда он летит? А, умри. Опять он меня убьет сейчас. Да боже, сколько раз я умер? Мне убил этот человек. Все три раза мне убил этот Прима. Такой хейтер. Ну, я не знаю. Может быть, они там договорились, что меня, кроме него, никто не убивает. Типа это пранк. Только этот Прима меня может убивать. Потому что я ни от кого ни разу не умер, только от него. Всегда он меня убивает. Я сейчас решил лететь через левый фланг. Так, отлично, минус один. Зачем я гаджет прожал? Он же меньше урон носит. Ну, это был 300 IQ ход. Стоп, там же были густы. Ладно, ладно, понял, понял, принял. Обработал. Так, так, летит, летит, молодой. Все, пошел отдыхать, пошел. Хорошо. Так, что там с Байроном? Что он делает? Так. Ой, какая ульта. Ювелирная. Ровно ни одной тычечкой не попал. А что он делает? Я понять не могу. Не улагает? Типа он где-то там стоит. Ладно, хорошо. Слушайте. Это рекорд, это рекорд. Так, сейчас он меня не убьет. Ты меня не убьешь. Ха, да. Все, все, изи, изи. Унизил хейтера. Просто не почувствовал. А, ну и получается все. Так, освобожаем спайка. Точнее, пленника. Можешь бежать? Осталось только мне не умереть. И все, все, изи. Он бы сейчас в льту прожал, было бы ух весело. Но я на изи затащил, не почувствовал. Вообще, что за нубики? Не почувствовал. Это было очень просто. И мы выходим, из чего я предполагал себе, что это остров. Ну, а на этом видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Если понравилось, проявите активность. Ну, как обычно. Лайки, подписки. Можете писать коммент. Это будет тоже прикольно. Я почитаю, поотвечаю. Я всегда отвечаю на комментарии. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.